привет народ добро пожаловать наши посиделочки место где мы с вами обозреваем разные сериальчики сегодня говорим про третий эпизод бункера сайло убежище смотрел в каком переводе как вы смотрите я смотрю в русском переводе на официальном apple тиви между прочим есть и титры и звук и все сделано очень хорошо очень даже качественно и так а по оценкам садить и дядя вова пришел к вам с разборчиком когда еще даже 200 человек оценок не успели поставить я пошел и уже поставил 10 баллов на прошлой неделе те эпизоды которые вышли чуть больше тысячи принципе для сериала от apple плюс это неплохо мне кажется аудитория постепенно раскачивается подтягивается и мы будем очень 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 надеяться что этот сериал не закроют как некоторые сериалы о которых мы не будем ничего говорить чтобы не сыпать соль на сахар так ну что эпизод назывался машины и именно эпизод длился целый час и боже какой это был кайф ребят если говорим про филерные эпизоды чисто по сюжету по разгадыванию загадок какому-то большому продвижению вот к великому финалу сегодня не произошло ничего эта серия филерная но этой серии я поставил 11 из 10 просто 11 тут выбрать нельзя было настолько классно настолько динамично настолько с раскрытием персонажей настолько раскрытием мира иерархии всего остального ребят я просто балдел и дай бог чтобы каждый сериал умел вот так вот делать филерные эпизоды когда вроде бы ты по сюжету никуда не продвинулся но кайфанул на все сто процентов кстати кто хочет у меня влог вышел на канале мы только делаем разборчики есть влог найдите по картинке пойдите посмотрите там меньше даже чем 10 минут кусочек из нашей жизни из моей из моего семейства можете посмотреть вот подписывайтесь на телеграм и тут лайки не забывайте ставить огромная благодарность моим спонсорам которые поддерживают канал не бросают не оставляют вот прям как одного меня в бункере не кидают кстати буду сейчас менять некоторые вещи у нас например появился мастер ключа снова но этот подписчик не сильно хочет чтобы о нем говорили в каждом обзорчике но я благодарствую за твою поддержку спасибо очень очень приятно и так погнали погнали по обзорчику начинается все с того где мы остановились прошлом эпизоде когда она висит на этой веревке когда вот эта пустота когда бездна тьма и у нее страх воды ребят также приглашаю вас на наши гиг дозоры замечательный момент упомянула алена во время прошлого обзора что она наверное даже плавать не умеет у них же вряд ли там бассейны есть никогда столько воды не видела и она потом об этом бабули из радиотехнического кружка об этом же тоже рассказывает что ведь я никогда не видела столько воды ведь но у меня такое ощущение как будто я предала своего парня тут я немножко вот на секундочку я запутался потому что мне казалось что она полезла по этой веревке после того когда они с полицейским помните да спустились туда в буровую установку она ему показалось смотри смотри у как тут много всего и как бы он сказал я пойду я все проверю и к потом тебе сигнал и там же вроде бы год времени должно было пройти с того момента когда шериф вот это решает говорит что я пойду я узнаю выйду наружу или я что-то не догнал но мне показалось с момента когда он встретился или даже два года там прошло вот я по времени немного запутался потому что у нас смотрите а когда шериф сидит и сказал я хочу выйти наружу да а потом говорят три года до этого и один год они пробовали забеременеть не получилось жена выходит наружу получается у него два года когда ему нужно провести вот от момента как он начинает становится там шерифом все дела до того как он вышел и что получается вот он жил 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 я думал еще один год прошел когда он узнает что погибает компьютер щек и он спускается вниз встречается первый раз джулиетой и мне казалось что от момента как он встретился с джулиетой к моменту когда он выходит на улицу прошел год и вот тут когда их встреча джулиета показала ему буровую установку показала все это потянула за проволоку все дела нашла и мне показалось что так как она не дала шерифу надпись на бумажке дочитать типа как он нашел только половинку ему показала сама пошла и попыталась спуститься и повисла на веревке оказывается оказывается вот этот ее спуск на веревке это уже произошел после того как шериф вышел наружу и вот она на психах на нервах пришла попыталась спуститься вниз чуть не упала вылезла начинает у нас там ну классно показали вот этот момент паники когда ты понимаешь что ты уже почти чуть не умер и вот она залезает выгребла лежит я настолько смог я не знаю либо тут всем по плюшки раздать либо это отдельная плюшка отличная игра актрисы которая играет джульетту или же кинематография или же это создание продакшен дизайна что вот это вот чувствуется вот когда она лежит на этой балке у меня знаете отсылка сразу пришла вот этой известной фотографии когда строится небоскреб и там на вот такой металлической балки сидит сидят мужики кушают бутерброды тема пропажать здравствуйте в начале девятнадцатого века вот или в начале двадцатого века когда они там строили эти многоэтажки в нью-йорке и у меня вот такое вот чувство и там если они сидят и они свободно себя чувствуют да вроде на такой высоте а тут вот это для нее свобода вот маленькая железяка над пропастью но она выкарабкалась на нее и вот она может вот это спасать спасительный воздух захватить и вот у меня такое же чувство было что фу выбралась я поверил тут теперь момент из титров заставки я не знаю вы прокручиваете заставки не прокручиваете я всегда люблю смотреть находить какие-то пунктики винтики вы обратили внимание что а вообще сам бункер да как он построен это винтовая лестница его очень похоже на то устройство как генератор построен со своими лопастями тоже идут лопасти от расширения к центру зауженные в центре и потом расширение идет кверху может это какой-то общий дизайн везде использовался но вот такой вот пасхальное яичко на обратить внимание и прийти к вам рассказать теперь история раскрывается про мэра я я просто кайфанул просто кайфанул что понять чтобы прочувствовать ту концовку которую нам показали вот эта история что она спускается что не просто женщина которая упивается силой что она не та которая стоит самым главным я заголовная заговорщица это я не хочу чтобы никто не узнал что там находится снаружи оказывается у нас мэр это просто такая одна из фигур которая на самом деле слепо верит и следует правилам значит соответственно у нас будет группа каких-то там или там судья может быть будет потом помощник судить в черном костюмчике кожаном может даже папа джульетты сейчас мы о нем поговорим может у них какая-то вот тайная группировка есть которые потому что взять именитых и больших актеров на эпизодические роли я в это не верю мне кажется что есть у нас какая-то группа и что мэр к этой группе просто ну не причастна была и она по на самом деле вот спускается вниз хочет встретиться принесла этому дяденьки там подмазать вроде бы 10 человек а коррупция это не назвать но такое понебратство кумовство не не подмажешь не поедешь not короче говоря брандички принесла и там ну расскажите мне цифры расскажите кто там по статистике кто кто побеждает какие прогнозы у нас светят ну и тот есть кандидат кандидат от законников от судьи да что есть какой-то кандидат которого хотят чтобы сделать шериф она такая вот пришла встретилась люди ой мы вас любим и за вас будем снова голосовать да за вас голос отдадим и гречку нам не надо давайте консервы не надо и учителя не будут попой на бюллетнях сидеть вот это вот и знаете не могу сейчас он бомбану у нас есть на канале вот не могу вот последнее время меня вот это вот бомбит нас на канале есть бывший друг один который нам совсем не друг уже а а он боролся ходил был наблюдателем на выборных участках о том чтобы не подкидывали бюллетни так хотел чтобы были чист честные справедливые выборы сам номинировался а теперь теперь я не знаю как можно было продать свою собственную жопу совесть чтобы сейчас поддерживать тот строй который устроили нам нельзя позволить это посрамление нашей стране нельзя это мы будем за нашим наоборот чем сильнее чем позор не сейчас проиграет рф во время войны вся эта структура коррумпированная структура она рассыпется и тогда может у вас будет снова возможность честно голосовать честно избирать людей не нужно следить за этими училками которые под жопы себе прячут эти бюллетни подписанные что неважно кто на кого проголосовал все равно побеждает вебе пукин я не понимаю как можно продать самого себя столько лет верить столько лет верить что должна быть свобода выбора участвовать ходить на демонстрации а сейчас засунуть бутылку себе в одно место и квакать ту политику которую как бы угодно партии вообще не понимаю но тут короче говоря вот это вот тетя за нее все готовы проголосовать все ее любят все ее хотят но сожалению ей в конце принесут новичок похоже на этот народ за на трусиках намажут и все и не будет больше мэра и она тоже приходит смотрит на детей проверять ей основной стороны да ей интересно на просто раз мамочками знакомилась на тут у нее двойная цель не просто на детей посмотреть на новорожденных а поговорить еще с джорой мормон там нашим любимым из игры престолов и вот она с ним разговаривает да а есть сижу думаю блин ну как приятно смотреть на мужика оказывается он папа джульетты это раз но не могли просто так позвать такого актера на какую-то второстепенную роль что просто рассказать что моей дочери что вот ей было тяжело что вот она ушла она бросила из династии тут врачей она все бросила и механиком опять таки у нас есть вершина где верхние слои люди живут у нас есть середина люди которые вот компьютер компьютерщики доктора все как бы неплохо и у нас есть низший уровень сословия в котором техники там глубина и вот она пришла узнать она узнает ей на самом деле интересно кто такая джульет этот компьютер вообще говорит она воровка она изоленту у нас ты сделала вот главная проблема но тут поговорила папа рассказал как бы теперь вот создать общий образ понравилась кафешка кафешка вроде у такой вот есть маленький кусочек зелененький мы знаем что у них даже фермы существуют мы по радио слышали там когда переговариваются так что фермы наверное еще увидим не зря упомянули но от классика с одной стороны чувствуется что это бункерная атмосфера но и с другой стороны создали вот этот вот этот уголок зеленый уголок клубничку принесли подкупить хотели такое количество сахара вредно для моего сердца она чувствовала чувствовала что кто-то хочет отравить но они когда спускались вниз они у друг друга брали бутылки она брала бутылку из рюкзака шерифа помощника шерифа а помощник шерифа брал ее воду и пил из ее бутылки и они это сделали на глазах у амбалов законников до судьи охраны сделали не для того чтобы показать что мы тут проходили мы тут были чтоб теперь передали но обратили ли они на это внимание и не подсыпали ли они я в бутылку помощника шерифа зная что она выпьет из этой бутылки а не помощник ну короче говоря будем будем думать будем думать как они там закрутили или это кто-то хотел помощника шерифа убрать а нечаянно избавился от бабусяки теперь вся эта сцена такая была напряженная вообще это же после того что как бухала но тоже опять-таки сбухал вот верил верил как нам как нарезали вот она часы эти держит и вспоминает и как они были вместе как были счастливы и его тело и как она лезет вниз и как она не может вот это нарезка этих сцен я просто поверил что человек в депрессии человек переживает что человек до сих пор не может отпустить смерть любимого человека вот я все это прочувствовал и с каждым глотком замечательная была нарезка это что по морде врезала пацаненку с утра начальники и потом отчитал но зато она конечно мастер своего дела мэр во время пришла увидела что генератор хреновый хреновом состоянии мне понравилось конечно как она прям это читает считывает по вибром и ну опять-таки ребят я знаю что есть люди которые настолько хорошо знают механику у нас на гаражах мужичок один был приезжаешь на машине ну-ка заведи заведи и он стоит он просто слушай он просто слушает 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 и через минуту ск может сказать так нам надо менять вот этот для меня это наверно может это как-то в машине проще ты слышит где какой клапан тарахтит или еще дядя вова блондинка абсолютно я совершенно не понимаю в этом в механике ничего не понимаю механика это очень-очень далеко мне это четверку по физике поставили за красивые глазки и все там трояк должен был быть честный но я смог это уговорить написать рефераты сделать все что было в моих силах на четверку дотянуть но физика у меня там тройка должна была быть честно я не знаю для меня для меня это вот темный а она вот стоит стоит раз и почувствовала поняла что именно происходит залезла вовнутрь откорректировала судья задумалась узнаем что судья подружка вот этой бабушки заговорщицы на секундочку которая техникой занимается который приходит это иногда периодически сидит с ней и у нее ради уж есть свое с которым она послушивает и мы знаем что у нее были отношения с другой женщина и закончились 25 лет тому назад значит в бункере однополые браки разрешены ну опять таки когда у тебя надо чтоб не так много детей рождалось то контролировать население то в принципе и хай будет лгбт не хай будет в таком плане в общем и она у нее спросила твое мнение нет предвзятое это же сделала то же предложение а это то говорит что я не могу оставить генератор я не могу во первых она не хотела это роли президента этого шерифа ей нравится здесь она залезла сюда никто ее не трогает никого она не трогает она вот занимается машина знает то что работает и в этом находится и успокоение оказывается на жетоне надпись была ей пришлось передумать кстати не буду вас мучить эту надпись на жетоне показали в самом конце шериф ей написал правда что правда что он узнал что-то оставил у себя там файлах только шерифу то что можно будет узнать короче говоря и нам показали кадр что он сказал когда я я уйду я узнаю правду я тебе сообщу вот он таким образом ей сообщил передает какие-то помощи что-то она найдет у него что эту правду раскроет но опять таки это будем ждать теперь начинается замечательная часть серии которой я в ногти себе все изгрыз я прям сидел на этом стуле я думал что у меня как раскаленный люк также жопа раскалится и в сиденье дырка будет прикольный момент я чувствовал что это произойдет когда нам показали в комнате много людей и сейчас думаю сейчас будет выключать генератор я я почувствовал что либо когда будут включать либо выключать что-то глюканет и мы увидим настоящую картину что происходит на улице но опять таки это вопрос настоящая ли это картина или же это еще одна проекция может быть а вот эти песчаные дюны это неправда парк зеленый это тоже неправда что если там вообще третья реальность что две вот эти вещи это специально делают так чтобы нас запутать что на самом деле там что-то третье что-то другое вообще происходит может там города небоскребы и люди живут и они просто следят за вот этой группка людей которая в бункере и этот бункер он тестовый может быть они готовятся к поселению переселению на другую планету или помните как этот а не к не к ночи будет упомянуто имя маска а он же на марс хотел отправить в группу и для того чтобы отправить группу туда ему нужно было протестировать нанимали людей на шесть лет которые должны были или это проходит этот опыт или проходил или собирается я не помню я помню что-то в новостях такое было чтобы шесть лет люди ни с кем не коммуницировали только с собой вот как они работают чтобы проверить какие поступки какие повадки как это что будет каких проблем ожидать с какой психологической проблемой столкнуться что если на самом деле этот бункер это все большой эксперимент людей каких-нибудь там дорогих крутых илонов масков это что если кто-то кто работает в этом офисе на самом деле вечером садится в лифт и уехал туда наружу все а с утра приехал сюда и вроде как я в бункере живу вместе с вами короче говоря интересно ждем мысли ну с бум с этим с генератором замечательная сцена заметили лопасть погнутая которая крутится показали что это тоже семьянин сынок че дочка у него там что-то волосатая такое ребенок он говорит я почитаю я с тобой посижу до тех пор пока свет не дадут видно что он не не какой-то просто почему показали эту сцену вы же понимаете что любая сцена она имеет значение когда мы видим его только как терминатора который идет и устраняет всех тех неугодных юридической системе где мы думаем что именно он столкнул нашего компьютер чека забора и он епнулся на решетку разбился да а то дело видеть какого-то персонажа просто злодей злодейский 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 вот просто только ха 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 может только котика поглаживает и все а нам нужно добавить вот такой момент что он тоже человек тоже семьянин и тоже у него есть рычаги давление может ему в какой-то момент нужно будет принять решение между тем что сделать что-то лучше для колонии чтобы его ребенок был в безопасности в будущем либо выполнить приказ начальника вот мне кажется для этого эту сцену добавили нет никаких случайных сцен сценарист не сидит не так напишу-ка я вот такой нет должна быть какая-то мотивация и мне кажется вот эта мотивация для того чтобы передать в нем человеческие нотки человеческие нотки опять-таки мы видим вот эта романтическая сторона полицейский конечно с ней флиртовал то что я тут 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 арестовал мой первый арест двое чпокались я их арестовал потом на следующий день они опять пока не вообще думал они сейчас пойдут туда в этот садик и чпокаться будут с генератором вот этим вот предохранителем который начинает нагреваться и она водой поливать я вообще думаю блин ты ж как в термосе ты сейчас сваришься тут как креветка не ну правда если элемент раскаленной вода льешь воду вода это нагревается ну понятно какое-то время это ванна такая тёплая а потом-то ж это будет кипяток на секундочку но опять-таки эта сцена нужна была нам для того чтобы она смогла перебороть страх воды вы же понимаете да что не зря нам показали бункер заполнение водой что она почти что тонет для того чтобы она не боялась больше в воду и она могла пойти туда спуститься опять на веревке и может быть спрыгнуть в эту воду вы же понимаете для чего это сделано тут конечно замечательно замечательно работают все эти моменты нагнетания саспенса у нас есть цифровое табло это всегда там бомба когда пытается взорваться да помните фильм это скорость с господи как же кивиану ривз и сандра буллок да там тоже мы смотрим на эту стрелочку и когда есть физический индикатор какой-то опасности человек всегда на это реагирует это это просто киношная психология которая так работает почему нам показывают таймер например когда отчаяния отчитывает для того чтобы вот этот тик 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 чтобы у нас внутри повышался или понижался градус тревожности наполнение водой мы все видели как наполняется ванна мы понимаем что скоро у нее заканчивается кислород мы видим вот это мы видим как постепенно взрываются гайки закипают эти цистерны все это сделано и этот мальчишка который сто раз было такое что когда тебе нужно быстро в панике там или ключ открыть но ты сто раз этот ключ замочную скажу наставлял открывал и нормально а когда ты бежишь там например ты думаешь блин ты забыл чайник выключить или за тобой собака бешеная бежит и тебе надо в замочную скажу ты не ну не можешь попасть потому что ты не можешь никак сосредоточиться как не можешь это а когда еще все вокруг стоят и кричат давай быстрее 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 и вот он тыкает тыкает в эту филовину этим пропеллером все это было все это было и она нас только английском языке слово рилейтабл она подходит ты можешь соотносить себя к данной ситуации что вот ты сидишь веришь и вот переживания прям вот так вот я вот так вот как этот мужик смотрел весь эпизод цепившись руками перилы гнул ой караул и все ну конечно и понятное дело что все наши победили победили отремонтировали потому что вернули электричество видим а потому что наш шериф он должна уйти наш не бросит просто так свое детище а теперь еще как минимум лет сорок эти пропеллеры будут крутиться без проблем и мальчишку тоже поднатаскали теперь она может спокойно на него оставить этот коллектор и подниматься наверх передала камеру ребята тоже камера да на камеру по крайней мере похоже вот эта крышечка которая открывается там линзы отдала бабки бабка у нас техника на она разберется проводки найдет она говорит ведь ты чё говорит подстачу меня подводишь вообще что ли бабуль не переживай тебя отсюда только ногами вперед вынесу так что давай артефакты раскручивать и видно что вот между ними вот такая вот такое взаимоотношение есть вроде они там не сильно не обнялись не поцеловались слезы по жопе не текли но вот это расстояние говорит но я все равно тебя буду слушать по шерифскому радио что будут делать радиоприхват и вот это вот маленькая сцена где она просто прислоняется к ней блин это вот самая лучшая сцена нежности где ты веришь в этих персонажей потому что я бы не поверил если бы джульетта сейчас там начала обнимахи все дела замечательно и вот она стоит смотрит что в мой путь теперь снизу на самый верх ну и тут это вписало что имя нового шерифа ручка конечно пишет хреново джульетта николс и это дело подписала пошли теперь отпразднуем что нового шерифа вписали я пойду носик по пудрю бери винишко и пойдем но дед обрадовался начал вспоминать в каком кармане у него виагра лежит все а там еще венцо то бесплатно и думает блин а может две бутылочки венца пока пока предлагают пока бабкой щедра а бабки все бабки черный в чернильницу или на ручку или на лифчик или на гольфик куда-то новичка накапали все и траванули нашего мэра все будем теперь ждать кто какая скотыняка сделала и в какой момент но мне кажется что что-то влили вы потому что ну так часто показывали как они пьют из друг друга бутылки кто-то подлил зелье в бутылку помощника шерифа но по крайней мере я так думаю все ребята на этом мой обзор разбор дозор окончен жду вас в комментариях не забудьте во первых поставить лайкос во вторых написать какой-нибудь комментарий какими-то теориями с чем-то это все помогает ребят вот вы не верите а но помогает так что давайте если вы хотите чтобы мы продолжали это делать нужны просмотры лайкосы и комментарии все это от вас обзоры видюшки от меня все на этом обзор разбор дозор окончен всем хорошего пока